МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые друзья! Телеканал КОНОМИР продолжает свою работу, как всегда, по четвергам наш обратный отчёт. Весь скаковой сезон мы вместе с вами начинали нашу программу из этой студии и предвкушали предстоящие события. А сегодня мы будем снимать сливки, потому что нам предстоит сегодня обсудить закрытие скаковой сезона Кубок Майлеров, объединённое в одно общее название Осенний Кубок Конзаводчиков, который пройдёт на Краснодарском подроме. Здесь, в московской студии, с коллегой Юлией Гайдуковой будем обсуждать предстоящие события. Ну и, разумеется, будем подключать внешние источники. Словом, у нас масса информации. Досмотрите эту программу с первой до последней секунды, друзья. Ну что же, Юля, в качестве пролога. Действительно, по-разному называются подобного рода события во всех странах мира. Это Champions Tanks и Breeders' Cup. У нас Осенний Кубок Конзаводчиков. Но всех объединяет очень важное обстоятельство. По этим событиям, в общем, меряется, да, в каком направлении двигаемся, на каком уровне находимся, в каком положении. То есть, разделяешь ты эту мысль? Конечно, это действительно день, когда подводится такая жирная черта под итогами сезона. Для кого-то это последний, действительно, в сезоне шанс громко хлопнуть дверью, если что-то не получалось по ходу все сезоны до этого. Для кого-то это шанс подтвердить свое превосходство. В каких-то дивизионах будет решаться судьба чемпионского титула явно. Сейчас я, конечно же, говорю прежде всего о спринтерах, потому что нас ждет дуэль Оркриста и Пауэрбест. Да, действительно. Но в любом случае, уважаемые друзья, в любой скачке, которая будет представлена в эти дни, пройдут они, как вы помните, в субботу и воскресенье, конечно же, не без участия нашего телеканала. Каждая скачка содержит в себе интригу, содержательную интригу. И, конечно же, мы с замиранием сердца ожидаем этих событий. Сейчас мы хотим подключить к нашему диалогу начальника производственного отдела Краснодарского ипподрома Нину Анатольевну Хохлову. Нина Анатольевна, добрый день. Как нас слышно? Здравствуйте. Нина Анатольевна, скажите, пожалуйста, ну вот как прошла жеребьевка, какие последние эпизоды, которые вы можете озвучить в контексте подготовки ипподрома к предстоящим событиям? Добрый день, коллеги и уважаемые зрители. Жеребьевка у нас прошла в рабочем порядке. У нас на пристрансвале, в при супердерби, в прощальном было несколько лошадей с одинаковым рейтингом. Причем, значит, если на пристрансвале это были лошади резервов, все равно их там нужно было выставить, ну, как-то в очередность, кто будет первый заходить из резерва. Вот, у нас супердерби на 12-й бокс призовой, там было три лошади с одинаковым рейтингом. И также мы их, для них проводили отдельную жеребьевку, тянули жеребьи. Чем, чей номер был меньше, тот становился вперед, а остальные по нарастающей. Вот, так что все в порядке. Погода к нам благоволит, у нас было резкое похолодание с осадками, с сильным холодным ветром. Значит, плюс в этом, это атмосферные осадки пролили нам равномерно круг. Я сегодня приезжала на резвые работы, круг хороший. Претензий к ним нет, к нему нет. Лошади, как всегда, вот перед такими крупными митингами едут ровно, едут ровно. Чемпионы по голопам у нас таких, и это правильно. Все копят силы на сражении перед дорожкой. То есть дорожка готова, лошади в строю. Погоду обещают, значит, сейчас пошло постепенное потепление. Погоду нам обещают на субботу плюс 19 солнечно, на воскресенье перемены облачность плюс 21. Так что благоволит вам краснодарская погода. Спасибо, Нина Анатольевна. Разумеется, остаемся на связи. Ну и, уважаемые друзья, давайте все-таки переходить к основным событиям. Все-таки напоминаем, у нас достаточное количество для вас информации, много призов, много лучших идей предстоит обсудить. Итак, состав самой дорогой скачки всего митинга. Это приз Михаила Лазарева. Супер Дерби, скачка первой группы, 5 миллионов на кону. Разыграет Флайбридж, Парклес, Ледженд Барс, Батистута, Ривер Мэджик, Ламан Эдельвейс, Дамас Голд, Мэджик Бой, Кин Энджел, Ман Пресса, Уэст Кост Найт, гастролер из Казахстана и Джевель Альнур замыкает нас, как мы видим, эту компанию будет принимать из 12-го стартового бокса. Ну что же, давайте начнем все-таки с главного, как мне кажется, участие Ривер Мэджик, беспроигрышной кобылы в предстоящем событии. И действительно, кобыла по уходу и прошлого сезона, и нынешнего сезона показывала безукоризованную езду. И действительно, ее потолок резвостной мы, честно говоря, так по скачкам и не выяснили. Нина Атольевна, вот участие в Супер Дерби Ривер Мэджик, на ваш взгляд, это здоровый риск, помноженный на азарт, или холодный все-таки расчет, учитывая, опять же, то обстоятельство, что резвостного потолка мы не знаем. Ну и плюс к тому, у нее фора 2 килограмма, ну и неплохой стартовый пятый бокс. Что вы видите, как вы думаете? Расскажите, пожалуйста. Ну, о том, что там будет более-менее приемлемый бокс, об этом команда, которая приняла решение об участии в Ривер Мэджик в Супер Дерби, узнали уже потом. Вот, но эта кобыла, она у нас стартовала из полевого бокса в звезде Юга России, в призе звезда Юга России. Очень за нее волнуюсь, волнуюсь по-хорошему. Вы спрашиваете, что это было? Да, это риск, но основанный на расчете, основанный на четком понимании, на что способна эта кобыла. Никто не едет туда прямо, вот корона сейчас на голову ей упадет, едут бороться. И такую спасибо им, очень хорошую интригу нам предстоит увидеть, развязку этой интриги на дорожке, потому что соперники один в один. Один в один. Да, спасибо. Да. Спасибо. Юль, ну вот опять же, мы много раз уже обсуждали, Ривер Мэджик здесь надо было, не надо, лучше быть в Супер Оксе, он, быть может, проскакать с кобылами и продолжить вот эту беспроигрышную серию. Но без нее, согласись, как бы компания быть, ну она великолепная компания, да, сразу скажем. Да, конечно. Великолепная ровная компания, нет трехдербистов. Появляется шанс, опять же, у кобылы. Да, безусловно. И ее участие, это, в общем, изюминка. Ну, естественно, это добавляет интриги, это добавляет накала, это добавляет интереса, само собой разумеется. Потом, ну, действительно, мы знаем, что Ривер Мэджик, ну, безусловно, лучшая трехлетняя кобыла по нынешнему сезону в России. Она обыграла, ну, можно сказать, всех, кто предлагал ей соперничество. Обыграла без вопросов, без вариантов. Она закрыла эту тему для себя. Поэтому, конечно же, участие в скачке супердерби с жеребцами, это, безусловно, конечно, риск. Но это риск, действительно, явно осознанный и вполне оправданный, исходя из того, чего она уже добилась на протяжении сезона. Звонили Олегу Кравченко накануне нашей программы. Все в порядке, кобыла готовится, кобыла находится в текущей своей хорошей форме. И, конечно же, пожелаем ей удачи. Ну, ждем Ривер Мэджик на дорожке. А я предлагаю переходить к еще одному Мэджику, еще одному волшебнику. Это Мэджик Бой. Как мы помним, да, вице-дербист краснодарский. Но с тех пор он не появлялся, как мы помним, на дорожке. Возможно, это было связано с какими-то ветеринарными обстоятельствами. В любом случае, в общем, прошло достаточное количество времени. Мы не знаем, да, вот в какой форме сейчас может пребывать Мэджик Бой и сможет ли он отбороться. Но то, что конь классный, конь, подтвердивший своими выступлениями свой высокий потенциал, опять же, мы вспоминаем, да, как он может сильно добавить по финишной прямой и буквально вот, да, пожирает, да, своих соперников. Ну, в кавычках, конечно. Давайте все-таки выслушаем мнение Казбека Хамизова, да, а потом продолжим мысли. Там была проблемка какая, и значительно нам пришлось его сбросить с работы. Чувствует себя хорошо, удовлетворительно, как можно сказать. Но после проблемки все равно уже конь на 100% так не выглядит, как перед скачкой. Но будем надеяться, что будет все хорошо. Он силовой, хороший конь. Будем надеяться на него. Да, я доволен по всем лошадям результатами. Это жеребевки у нас, если суждено выиграть из 12-го бокса, тоже выиграем. Это не от нас зависит. Как жеребевка сложилась, так оно и есть. К тому же мы ничем не влияем. Ну что же, вот мы выслушали мнение Казбека Хамизова. Magic Boy будет принимать из 8-го стартового бокса. Неплохой, так скажем, расклад предварительно. Не на тольно. Но вот вы что лично для себя ждете от Magic Boy, учитывая те аспекты, которые мы сейчас уже успели озвучить в контексте подготовки этого жеребца к предстоящему Супердергию? Ну, я жду от него ровно то же самое, что он нам демонстрировал на протяжении сезона. Великолепной борьбы. Вот его участие в борьбе за призовые места, за призовые. Я считаю, здесь есть соперники, с которыми ему придется побороться довольно серьезно. И помимо уже знакомых там, Джебель Альнура, и серьезные товарищи приехали. Ну и те, что были сейчас немножко в другом качестве. Я имею в виду Кен Энджел, Legend Bars. Ну мы еще к Кен Энджелу вернемся в нашем диалоге. Я сейчас предлагаю перейти к очередному претенденту Legend Bars. Очень интересный жеребец, сын Lemon Knight Bars и Пелли Верса, великолепные кобылы. Ну и вот, Юль, опять же мы вспоминаем большой розыгрыш Большого Павловского приза дерби, где он остался за вышеобученным Кен Энджелу вторым. Это была первая его скачка на 2400. Как ты считаешь, вот это вот обстоятельство, то, что он остался вторым на 2400, какое значение имеет в перспективе участие в супердерби? Быть может, он на 2400 не его дистанция просто-напросто? Ну так, судя по всему, говорят, что Кен Энджел на конец сезона – это уже немножко другой Кен Энджел в самом лучшем смысле слова. А с другой стороны, ну, Ледженд Барс – это, скажем так, резидент Павловского ипподрома. Он практически всю свою карьеру там провел и побед там добивался. И вот видим, что проиграл он Кен Энджелу, который, в принципе, выиграл одну калитку. Ну, не знаю, на самом деле, в каком состоянии сейчас находится Ледженд Барс, но вот по свидетельству этой скачки Кен Энджел сейчас лучше, чем он. Мы к Кен Энджелу еще раз повторяю вернемся. Все-таки предлагаю сейчас выслушать мнение Руслана Кругухина относительно текущего порядка Ледженд Барса и что он думает о предстоящей скачке. Подготовка проходит нормально. Конь чувствует себя хорошо. По дорожке тоже работает, вроде как подходит. В следующем году точно мы увидим, кто он. Но в этом году на 2.400, я надеюсь, он прошел только раз в Павловской дерби. Там чуть-чуть не хватило, просто, мне кажется, он еще дистанцию не понял. В этот раз, я думаю, гораздо лучше должен пройти. Ну что же, разумеется, доверяем всецело мнению Руслана Круглыхина, человек, который работает с жеребцом и, в общем, считающим, что в этот раз он должен пройти лучше. Кен Энджел, о котором мы уже несколько раз вместе с коллегами проговорили. И вот сейчас хотелось бы по Кен Энджелу задать вопрос Евгению Капышеву, который присоединяется к нашему диалогу. Жень, ну действительно, мы вот подчеркивали в течение нашего диалога сегодняшнего, что Кен Энджел действительно по ходу сезона только лишь улучшался. И вот его победа в Большом Павловском призы дерби лишнее тому свидетельство. Как ты считаешь, считаешь ли ты его фаворитом на предстоящие события? Добрый день. Но фаворитом номер один его я бы не назвал, хотя он, безусловно, один из претендентов на правах дербиста. Действительно, но это применительно ко всему тренноделению Юрия Кудельнича. Мы видим, что эти лошади в начале сезона и в конце сезона совершенно разные. Сейчас он раскрылся. И если он сохранил тот порядок, в котором он пребывал в тот момент, когда выигрывал дерби на Павловском ипподроме, эта грозная сила, эта лошадь именно на 2400. И с учетом того, что в нынешнем розыгрыше супердерби нет ни Хироумо, ни Каберхана, ни Талион Барса, эта скачка дает шанс всем остальным, и состав выглядит достаточно открытым, я бы сказал. Я думаю, что если Кинэйнджел победит, это не будет совершенно неожиданностью. Действительно, у нас, уважаемые друзья, есть эксклюзивное интервью Юрия Кудельнича. Сейчас он как раз принимает поздравления, как мы видим из этого видеоряда, после победы в Большом Павловском призе дерби. В том ли порядке сейчас Кинэйнджел, мы как раз узнаем из его уст. Кинэйнджел, ничего не поменяли ему, в том же режиме, по той же системе работаем, находимся в хорошем состоянии, надеемся на хороший результат. Компания будет чуть-чуть посильнее, чем тот раз, посмотрим. Да нормально, что нам в бокс, разницы нет, какой бокс, ехать далеко. Да там много лошадей хороших, я не знаю даже, финиш покажет. Очень много лошадей хороших. Надеемся на хорошие результаты, я же повторяю. Посмотрим, состав ровный. Двух фаворитов нету, конечно, уже легче. Трех даже фаворитов нету, уже легче. Но, тем не менее, состав неплохой. Порядок у него хороший, но он в любом случае вырастет. Он еще, ну, ребенок еще. Ну что ж, да, со слов Юрия Кулинча, мы понимаем, что он пребывает в том же порядке, что и при розыгрыше Большого Павловского приза Дерби. Но все-таки перспективу в большей степени с этим жрецом Юрий Кулинч видит уже на старший возраст, когда повзрослеет жребец. Но в любом случае грозная сила. А давайте еще одного жреца рассмотрим. Джебель Альнур. Я знаю, что у него своя армия поклонников. И мы неоднократно это обстоятельство подчеркиваем, в том числе через наши трансляции. Действительно, великолепный жребец с очень покладистым таким, да, рабочим характером. Нина Анатольевна, ну вот Джебель Альнур принимает из 12-го стартового бокса. Тем не менее, мы видим, что именно Джебель Альнур записал Иса Бабуев на эту скачку. Что вы ждете от этого жребца? Я жду от него победу за платные места. Ледженд Барс, я считаю, что да, он действительно в хорошем порядке. И у Микененджела возьмет реванш за свое второе место. Но Ледженд Барс, я считаю, на второе. А вот в борьбе за третье место я вижу Минпреза, Уэст Костнайта и Джебель Альнур. Может быть, по-другому все сложится. Но как-то железную плату я Джебеля считаю. Он душевный, он красавчик, он такой концевой. И у него на этой дорожке, у него все хорошо получается. Так что, ну здесь вот я слушаю коллег, я пробегаюсь по списку скачки, участников скачки. И вы знаете, мне проще назвать двух лошадей, которые могут, на мой взгляд, не принимать участие в борьбе за победу и платные места. Две из двенадцати. И то я могу ошибаться. Так что, Джебель Альнуре я верю. Он... Ну, тут как скачка сложится. Нина Анатольевна, верит в него и тренер, и Сабабуев, и буквально вот с пылу жары, уважаемые друзья, прямо вот с утренних, сегодняшних работ мы получили последнюю информацию по Джебель Альнур. Давайте послушаем тренера. Ну, в общем, он такого сильного, такого усталости я даже не почувствовал, конечно, у него. Он вроде быстро восстановился. Первое время весной он не так быстро отходил. Вот в последнее время он уже лучше, мне кажется. Может, вырос, подрос, наверное. Ну, вроде, хорошо проходит. Единственное, то, что боксил, ему не повезло. Достался 12-й бокс, я не знаю, как. Конечно, было бы лучше, чтобы в середине хотя бы было. Вот это беспокоит. А так, вроде, все нормально, вроде, готовимся, подготовились. Ну, вроде, чувствует нормально. Он уже с возрастом, может быть, он в начале, конечно, сезона, он, казалось, что он такой жидковатый, на самом деле, долго отходил. Ну, сейчас вроде, вроде, вроде нормально он уже. Ну, что же, вот мы, предположим, такой вариант. И сейчас хотелось бы подключить Евгения Капушева. Жень, ну, еще здесь мы, конечно же, включили и Ломан Эдельвейс, жеребец незаурядный, жеребец, всегда показывающий стремление к борьбе и проехавший в супер, так скажем, кампаниях по ходу сезона. Согласен ты с нашим выбором? Либо у тебя есть свое видение на предстоящую скачку в контексте первой тройки? Конечно, согласен. И я считаю, безусловным претендентом на первую тройку Ломан Эдельвейс. Опять же, с учетом того, что у нас нет первой тройки с большого всероссийского приза Дерби, чисто номинально он вообще фаворит номер один сейчас, но наряду с Риверменджем. И я думаю, он поборется за победу. Ну что же, да, действительно, посмотрим, как себя еще казахстанский Дерби проявит, как другие лошади, как Мэджик Боя себя, ой, и Мэджик Боя, разумеется, и Ривер Мэджик. К слову, у нас интрига замечательная на предстоящей Супердерби. А сейчас, уважаемые друзья, переходим к еще одной скачке первой группы, тоже дорогой, на кону 3 миллиона рублей. И, собственно, это у нас Супер Окс. Разумеется, для Кобыл Триумфлей, дистанция, разумеется, 2400 метров, и 3 миллиона разыграет следующие участницы. Блю Марин, Флэмин Сонг, Этиона Барс, Фрейлина, Шкода, Смоли Агро, Цусимы, Миссис Адель, Полу Джой, Мишель Пейн, Скайлер Блэк, Гастролеша из Казахстана, и Мари Дестели под 12 номером будет принимать из крайних боксов. Ну что же, ни одной аксистки у нас здесь в составе. Ну, тем, наверное, будет и интереснее, собственно, смотреть, быть может, как вот Юля-то и успела сказать, что действительно в данном случае в Супер Оксе получает возможность Кобылы проявить свой класс. И, в частности, наверное, Тиона Барс, как ты думаешь, вот Тиона, которая действительно с самого начала сезона нам показывает, в общем, свои замечательные, так, черты, так скажем, да, скаковые. Но, тем не менее, на дистанции 2400 выглядела неубедительно, неубедительно в большом приезде для Кобылого Окса, который стоялся на Краснодарском ипадроме. Далее, вот на 1800 она более уверенно себя чувствовала. Вот, тем не менее, Тиона записали именно в Супер Окс, а не на 1800, приз, который мы еще сегодня будем обсуждать в честь летней ночи. Ну, для Тиона это шанс выиграть Окса, действительно. Мы с начала сезона говорили о том, что это очень классная Кобыла, и она и внешне по себе очень хороша, она действительно... Ну, вот было ощущение, что она должна созреть к концу сезона, на самом-то деле. И, хотя, конечно, предыдущая ее скачка, которую она сделала на 1800, выиграв ограничительный приз, можно ее расценивать как, ну, в порядке работы сделанную, потому что там компания была такая, ну, для разогрева, на самом деле, для нее. Да, действительно логично было сейчас выставить ее на Супер Окс, потому что, если не сейчас, то когда? Ну, да, я вот сейчас, немножко прерывая, да, твой монолог, предлагаю все-таки послушать Руслана Круглыхина. Быть может, он расставит, да, из его уст мы получим ту информацию, которую в правильном русле, да, расставит все акценты в контексте ее выступления в предстоящем Супер Оксе. Тиона Барс сейчас успокоилась, на Окс шла на Краснодарский, там она чуть перегорела, сильно везла, сейчас кобыла стала более уравновешенной, последнюю скачку выиграла в Павловской, 1800 метров. Мне кажется, это ей какой-то стимул дало, потому что сейчас по работе мне нравится, как ходит. Скачку посмотрим, попробуем еще раз, 2400. Особенно я считаю, что Тиона Барс более бросковая, на ней нужно будет чуть-чуть посидеть. И выехать броском. 1800 последнюю скачку она выиграла, это ей дало стимул. Сейчас кобыла, мне кажется, находится в хорошем порядке. Будем надеяться на нее. Ну что же, да, опять же, вот этот вопрос, я так полагаю, актуален и для той команды, которая готовит Тиону Барс, 1800, либо все-таки классика, 2400. Ну, на этот вопрос ответит непосредственно сама скачка. Давайте переходить к следующей кобыле, Полу Джой. И в данном случае мне бы хотелось Евгении Капушеву подключить. Жень, как ты считаешь, вот Полу Джой отработал выданные авансы, которые мы раздавали в начале сезона и в контексте сезона, или все-таки истинный класс только предстоит выяснить, в том числе и в этой скачке, в Супер Оксе? В принципе, ни одной провальной скачки в этом сезоне Полу Джой не имел. Там мы считали фаворитом Пятигорского Окса, но совершенно очевидно, что Лозанна есть Лозанна и Лозанна. Как я уже говорил, я остаюсь при своем мнении в этой части, что, по крайней мере, на 2400 среди трехлетних кобыл у нас в стране, по-моему, по итогам сезона даже сейчас все более чем очевидно. Номер один Ривер Мэджик, номер два Лозанна. Все остальные далеко сзади. А Полу Джой, в принципе, еще раз, провела сезон достаточно ровно за вычетом на Чехского Окса. И мы тогда говорили, и, наверное, сейчас это подтверждается, опять же, с высоты нашего времени, что все-таки после тяжелейшей скачки в Пятигорск ехать через две недели в Нальчик была затея, наверное, не самая лучшая. И сейчас просто у меня возникает один вопрос. Насколько это все отразилось на ней, на ее последующих результатах? Потому что, в принципе, они неплохие. В призе звезда Юга России, она была четвертой. И обыграла там всех тех, кого обыгрывала раньше, но при этом проиграла тем, кому проигрывала раньше. В Павловском Оксе она пришла третьей. Тоже, опять же, результат ложился в кону, в принципе, ее выступление. Поэтому сейчас за вычетом действительно вот этих двух чемпионок скачка получается достаточно ровной. Вопрос в том, хватит ли ей свежести. Потому что она все-таки скачет с апреля месяца. Сезон был достаточно тяжелым. И захоронила ли она достаточно свежести для нее. Я ее на первое место не поставил. Я ее поставил бы на третье место. Хорошо. Нина Анатольевна, а скажите, пожалуйста, а вы Мари Дестели поставили бы на первое место в этой скачке? Нет, на сегодняшний день я на первое место ставлю Скайлер Блейк. Вот так вот. А каковы шансы все-таки Мари Дестели, как вы считаете? Ну, я считаю, именно со Скайлер Блейк поборются вот три кобылы, которые на протяжении сезона демонстрировали нам стабильность. А стабильность – это признак класса. Это Флеймингсон, это Пола Джой, Мари Дестели. Ну, Тиона Барс, посмотрим. И скачка будет очень интересной и по своей динамике. Потому что вот Тиона Барс – это кобыла, которая обладает шикарным концевым броском. А Флеймингсон – это сильная кобыла, которая перемалывает, перемалывает дистанцию. И, кажется, к финишу набирается еще большей силы. Причем, смотрите, она равномерно, поступательно движется. То была она четвертый ОКС, потом она была третий на ОКС, потом она была второй на ОКС. Ну, пора и выиграть вообще. А Мари Дестели – хороша. Мари Дестели классная. В отсутствии вот Ривер Мэджи, Клазаны, она тоже может составить и побороться за победу. Ну, в плату я ее считаю однозначно. Ну, тут я еще раз смотрю, и Цусима хороша, и, возможно, еще кого-то увидим. Ну, вообще, вот вижу вот эти вот, Скайлер Блейк, вот эта тройка наших стабильных девушек, которые действительно проигрышных стартов не имели. Мари Дестели, Пола Джои, Флеймингсонг, и слово еще за Тиона Барс. Спасибо, Аня Анатольевна, на связи остаемся. Ну, что же, давайте прикинем, опять же, расклады. Бросим, так скажем, сейчас вызов, в том числе, аудитории. Ну, что же, Пола Джои, Тиона Барс, Мари Дестели. Здесь у нас вот по казахской вице АКСистке пока что вопросы, потому что, насколько я помню, нам тренер говорил о том, что она вот на 2000 идеально, 2400, не знаю. Был такой разговор, да. А, Женя, ну, твои фаворитки. Первое место Скайлер Блейк, второе место Флеймингсонг, третье место, соответственно, Пола Джои. Ну что же, принимается, давайте, друзья, переходить к другой скачке. При с летней ночи, как мы уже анонсировали, тоже великолепная скачка кобыли. А это у нас, так скажем, первая скачка в этом статусе на дистанции 1800 метров. То есть дебют ее, первая группа. Ну и поборется за нее. Армада Чаршес снята, к сожалению. Гроза Кубани, Миднайт Эру, Львица, Пордубица, Блэксман тоже, вот, поступила информация, снята. Это Увита, Ариэль Барс, Персифея Барс, Люмина и Электро. А, кстати, и Леди Барс еще. Ну что же, давайте начнем с Увиты. И у нас есть великолепная возможность сейчас пообщаться с Любовью Гудкиной, которая выходит с нами сейчас на связь из Ростовской области. Люба, приветствуем тебя. Ну, скажи, пожалуйста, Ростовская наша аксистка Увита в некотором смысле разочаровал нас в призе звезда Юга России, где она была всего лишь 11-й. Как она вышла после той скачки? Что случилось, во-первых, на твой взгляд? Как она вышла из той скачки? Какой она сейчас находится в форме, в каком порядке для того, чтобы штурмовать уже на 1800, которая, быть может, дистанция более комфортная для нее? Здравствуйте. Да, конечно, 1800 для нее более подходящая дистанция, потому что кобыла сложная в управлении, в плане под скачки нужно ее посадить. Это очень сложно. Если ты не успел, не поймал, не смог ее сдирать, ну все, дальше уже она уходит в точку. Сейчас 1800 будет, я думаю, полегче. Поедут порезвее, и будет Морзобеку полегче ее посадить. Но, опять же, вот проблема, как раз там и большая ее проблема в том, что она неуправляемая. Не знаю, получится, дай бог получится, у Мурзика с ней договориться. Та же, конечно же, и в скачке по приглашению была та же проблема, что не получилось, не получилось ее посадить. Крайний бокс не получилось ее посадить. Она приняла, нигде не получилось стать за лошадью. Вот такая сложная, сложная девушка. Ну, она еще сейчас в хорошем порядке. Конечно, кинула шерсть такая, она сейчас как одуванчик такая, раздутая ходит. Но, надеюсь, ей это не помешает. Ну, стартовый бокс у нее седьмой, дистанция 1800. Ну, напомни, ее стиль езды. То есть она, собственно, по дистанции любит посидеть, либо, вот как мы сейчас видим, да, броском выигрывает, да? И дети она не любит, абсолютно. Она хочет принимать и очень быстро убегать. Но, как раз седьмой бокс, я думаю, если получится принять, на ней не... Она, в общем, принимает слишком хорошо. Как может, ну, слишком хорошо лошадь принимать. Если получится на ней не принять, то может лошади сомкнуться и получится на ней подсесть. Вот. И, ну, вот надежда на это, что с Мурзик, с ней в этот раз договориться. Ага, спасибо большое, Люк. Ну, разумеется, остаемся на связи. Желаем у Вити, чтобы она немножко, да, показала в большей степени свой характер по скачке. Давайте переходить к еще одной интересной кобыле. Это Ариэль Барс. Классы она свой подтверждает по ходу всей своей карьеры. И мы напоминаем Ариэль Барс 2018 года рождения. Для нее это, собственно, заключительная скачка, как получается. Ну, не знаю, там, быть может, еще в Павловской на закрытии она проедет. Но в любом случае, очень важный старт для Ариэль Барс. Как ты считаешь? Ну да, для нее это в прямом смысле последняя гастроль, хотя и недалекая гастроль относительно того, что базируется она в Павловской. Мы про нее много говорили, да, и говорили в том числе в том аспекте, что у нее есть четыре победы подряд с начала сезона. Все вот на ее любимой дистанции, 1800-2000 метров. Но она в основном, скажем так, варилась в таком ограниченном. Нет, но в призе Горянке-то в Пятигорске там скачка-то была. Ну, говоря, за редкими исключениями, да. И, в принципе, конечно, если мы вспомним, что она уступила в призе... Хобзи, в словом, да. Да, в большом призе во второй половине сентября она вступила только Хобзи, то, естественно, Ариэль Барс с ее опытом, с ее готовностью, она, конечно, ну, входит в число двух-трех фаворитов номер один, безусловно. Ага. Аня Анатольевна, ну и ваше интересное было бы мнение узнать относительно Ариэль Барс, тем более, что на ваших глазах проходила скачка приз губернатора Краснодарского края «Краса Кубани», где Ариэль Барс уступила Хобзе великолепной. Хобзе сейчас не едет. Ну и как вы видите перспективу Ариэль Барс в этой компании? Я вижу самую радужную перспективу. Я считаю ее вот фаворитом номер один в этой скачке. Заревьевка распорядилась так, что вот кобылы, которые могут победить, биться за победу в этой скачке, они буквально вот подряд расположились. Увито, Ариэль Барс, Персифея Барс, Люмина. Ну вот за победу эти две девушки из Барсуков, они поборются. И Ариэль и Персифея в хорошем порядке. Увито тоже красотка, тоже отсиживаться не будет. Ну и Люмина, в Люмину верю. И вот, я думаю, они и зададут интригу и развязку этой интриги. Ну, Ариэль должна взять реванш в отсутствие Хобзе. Тем более, не две тысячи надо ехать, как в красе Кубани, а в тысячу восемьсот. Кобыла в порядке, Персифея тоже рвется в бой. Так что у Вити с Люминой будет непросто у старших товарищей что-то отбить. Ну, давайте резюмируем нашу подготовку к этой скачке. Интервью Руслана Круглыхина, который, в общем, озвучил свое мнение относительно текущего порядка Ариэль Барса. Кобыла сама по себе немаленькая, крупная. Трезвости хватает. В этот раз, думаю, улучшит свой результат. Последнюю скачку она осталась второй. Ей по прямой, по финишной прямой чуть-чуть не хватило. Сейчас поменяли работу. Посмотрим на результат ее. Ну, стали порезвее ездить. Я думаю, скачка более будет силовая, на класс будем ехать. По скачке, по работе на ней чуть тяжело, а по скачке она вполне адекватная. Там едем резвее уже, как бы. Кобыла возрастная, она уже понимает, знает, что от нее хотят. Ну что же, давайте прикинем фаворитов. Это Львица, разумеется, Ариэль Барсу, Вита. Жень, ну согласен ты с такой расстановкой? Для меня эта скачка самая сложная с точки зрения прогнозирования. Я на данный момент затрудняюсь, откровенно говоря, вывести какую-то тройку. Ну, по крайней мере, в прямом порядке. Я вижу четырех лошадей, которые здесь, на мой взгляд, по крайней мере сейчас, по крайней мере на бумаге, имеют равные шансы. Это у Вита, это Ариэль Барс, это Миднайт Эру, и, соответственно, это, разумеется, Львица. Львица, конечно, да. Поэтому что-то большее я смогу сказать, когда на них посмотрю в Пантыке. Ну, у Вита очень сильная, но мы ее слабые стороны знаем. Как Люба нам постоянно говорит, да мы и сами видели, она себя не щадит. Она все время идет на пределе, и договариваться с ней практически невозможно. Да, 1800 – это не 2400, но все равно соперники слишком сильны. Ариэль Барс, ну, если бы эта скачка проходила 3-4 июля, я бы сказал, она лобовой поварить там по упрямой. Но в последний раз она уже выглядела не столь убедительно. В общем, я считаю, что вот эти четыре лошади имеют по состоянию на сегодняшний день примерно равные шансы. Хорошо, спасибо. Ну что ж, друзья, давайте переходить к еще одной не менее интересной скачке. Это Кубок Майлеров. Действительно, скачка, которая содержит в себе массу интриги. Скачка первой группы, призовой фонд – полтора миллиона рублей, разыграют следующие лошади. Сердин, к сожалению, снят. Мунмаск, Тамплмастер, Ультиматум, Аргудан, Голден Клинк, Кинг Пауэр, Метрополь, Биг Брайт, Челленджер, Барс, Кинг Бой и Вергили. Ну что же, давайте вот сейчас досмотрим, да, окончательный бокс. И Челленджер Барс, Кинг Бой как раз вот у нас из 11-го стартового бокса будет принимать. Кинг Бой, который выиграл приз Фрагранта, отборовшись с Лигардом, во многом та скачка запомнилась нам, быть может, для кого-то неожиданным результатом, для кого-то вполне себе обоснованным. Ну, в любом случае, Кинг Бой себя сразу возвел в ранг той, того жеребца, от которого исходит угроза теперь в любой скачке. Ну и мы как бы считаем, что Кинг Бой является одним из тех, кто даже, несмотря на 12-й бокс, должен, во всяком случае, показать весь свой класс, который он продемонстрировал в призе Фрагранта. Вы согласны, Нина Анатольевна, с такой позицией? Да, да, Сергей, абсолютно с вами согласна. После того, как вот после его крайнего старта, как он боролся и с кем боролся, и одержал победу, да, я его считаю фаворитом номер один, единственное, да, вот этот наш нехороший полевой бокс. И бороться он будет с ультиматумом, у которого полегче все-таки положение немного. Биг Брайт, Метрополь, Голден Клинк. Вот что не кличка, то тот, который может, лошадь, которая может предложить свою, свой рисунок скачки. Так что у Кинг Боя соперник очень серьезный. И если еще их поборет, ну да, вот это тогда да. Это вот как раз та скачка, которая ставит, подводит итоги, кто же лучший маляр по сезону. Потому что собирается, вот который год в эту скачку собирается состав, ну просто вот отборнейший. Согласен, Анатольевна. И давайте все-таки передадим слово тренеру, Казбеку Хамизову. Собственно, информация из первых уст окончательно сформирует наше представление о текущем порядке Кинг Боя. Ну, планы не поменялись, никакие так же, как и планировали, так же будет и ехать. Полевой бокс – это для нас не новинку. Мы стартовали из полевых боксов, из скачки удачно складывались. Так что будем надеяться на Всевышнего, что все пройдет, как мы задумали. Так же спокойно, он не завелся, нормально. Работу несет, как обычно. Ну что же, как обычно, и все-таки, да, какой-то определенный тактический расчет, судя по всему, есть у команды. Казбек Хамизов, судя по этому видео, немножко простыл. Конечно, Казбеку здоровья. Давайте еще одного обсудим интересного жеребца – ультиматум. Ультиматум, который действительно по ходу нынешнего сезона, особенно на малевских дистанциях, уж очень хорош. Жень, интересно было бы услышать твое мнение относительно ультиматума. Ну и, конечно же, мы вспоминаем его великолепное выступление и в Кубке Конного завода Донской, где он выиграл скачку на 1800 в сильной компании. Призи в честь иконы династии Капушевых на Пятигорском подроме. Тоже дистанция малярская, 1600, там он был первым. Немножко результаты не упали, падали с удлинением дистанции на 2000, где он проиграл, мы помним, Нальчик и Ртену, ну и Биббрайту, кстати говоря, выше озвученному. Что ты ждешь от ультиматума в этой скачке? Я всегда, по крайней мере, в течение этого сезона говорил, что ультиматум в потенциале один из лучших маляров в стране. Все задатки для этого у него есть. И ни одной по-настоящему неудачной скачкой в этом сезоне он не провел. Это его лучшая дистанция, у него хороший стартовый бокс, практически идеальный. Так что сейчас, если ультиматум способен на то, чтобы победить в этой кампании, как говорят наши коллеги, новый эксклюзис. Ну, понятно, я не могу знать всего, но еще раз, по-моему, он, безусловно, претендует на победу, хотя я не могу даже сказать, сколько лошадей в этой скачке не претендует на победу. Но состав совершенно бешеный. Это одна из лучших скачек всего митинга. Может быть, даже самая отличная. Потому что мы видим, что в супердерби первой тройки и большого всероссийского нет. В суперроксе нет ни одной аксистки. В других скачках много снятых. А вот кубок маляров наряду со спринтерами, там противостояние понятно, и наряду с дуэлью Легарда и Грейт Лайтинга, вот это лучшее событие всего митинга, мне так кажется. Тут может произойти все, что угодно, и все будет зависеть от того, в каком порядке лошади пред нами предстанут. Вот когда посмотрю впадок и скажу, на бумаге ультиматум, безусловно, не сфалорит. Да, действительно, так и есть. Что не лошадь, то такой сильный, очень яркий бэкграунд. И вывести какую-то формулу, которую нам скажут, что уж точно будет фаворитом, достаточно сложно. Но в любом случае мы так вот прикинем ультиматум, Golden Kling, King Boy. Нина Анатольевна, согласна с такой тройкой? Да, возможны варианты. Но эти трое между собой. Ну что же, да, посмотрим, как у нас сложатся события в контексте розыгрыша Кубка Майлеров. Ну и, уважаемые друзья, разумеется, после небольшой паузы мы продолжим обсуждать те события, которые пройдут на дорожке Краснодарского подрома в ближайшие выходные, субботу и воскресенье. И нас ожидает в второй части очень много интересной информации, так что не пропустите. Друзья, мы продолжаем обозревать предстоящие события, которые пройдут на Краснодарском подроме. Опять же, осенний Кубок Майлеров, разбит на два дня Кубок Майлеров и закрытие скового сезона. Пока что мы остаемся в первом дне. Приз Grand Criterium. Ну и мы поговорили в Кубке Майлеров, да, что вот действительно плотный состав. Не такой большой состав в Grand Criterium, зато очень и очень интригующий. Призовой фонд на дистанции тысячи метров составляет полтора миллиона рублей, разыграет Powerbest, Suorov, Fantast, Plamia, Ural, Dillingham, Russian Alphabet, Архангельск и Аркрист. Вот такое у нас составище. Ну и, конечно же, любители скакового спорта внимательно следят за противостоянием Аркриста и Powerbest, который продолжается не первый сезон. Ну и вот на осеннем Кубке Конозаводчиков первый день мы вновь их противостояние-то и увидим. Ну что же, Аркрист, который в предыдущий раз в суперспринте проиграл на Powerbest, ну вот, собственно, надо брать реванш. Нинатольевна, скажите, пожалуйста, что вы ждете от Аркриста в этой скачке? Я не знаю, там даже как вот сформулируют вопрос. Обе ложки прекрасны, великолепны. И кобыла, и жеребец, и кто вот действительно на данный момент сильнее, покажет скачки. Ну что вы ждете от Аркриста? От Аркриста, как и всегда, борьбы хорошие. Да, эти двое между собой и будут решать, кто же будет лучшим спринтером сезона, да? Ну вот, единственное мне, при всем уважении к Анатолию Передирей, да, мне бы хотелось все-таки более дерзкого, что ли, более молодого, более такого в жакея экспрессивного на Powerbest в этой скачке. Ну, как говорится, тренер есть, и не надо туда лезть. Посмотрим, финишный стол просудит, что и как. Ну вот очередная дуэль, обе лошади в порядке, обе лошади готовы. Выглядит великолепно. Так что, вот так посмотрим. Но извините, и участники, которые, вот я так считаю, на третье место, да, их, извините, Суворов, Урал, Архангельск. А там посмотришь, и они вмешаются в борьбу. Это, я считаю, на третье. Возьмут и предложат с самого старта. Хотя такой девушке, как Powerbest, сложно что-то там, рыбок какой-то показать. Ну, это скачка. Юль, как ты считаешь, что вот в заключении по Аркристу девятый стартовый бокс на дистанцию тысячи метров может стать препятствием? Не думаю. Для него это не проблема. Много раз видели, что он стартовал из дальних боксов, и на его итоговом результате это не отражалось. Хорошо. Давайте переходить к великолепной кобыле Powerbest. Кобыла 19-го года рождения. То есть мы понимаем, что еще в перспективе она поскачет. Будем надеяться, во всяком случае. Но вот и ее яркое выступление в суперспринте на 1200 метров. Тогда обыграла она Аркриста. И, как докладывает разведка, одну из резвых работ она, в общем, выполнила за 57,5 или там 57,7. Ну, условно, да. Судя по всему, в великолепном порядке. Плюс первый стартовый бокс. Жень, что ты думаешь по поводу выступления Powerbest? И вообще твое предвкушение предстоящего разборки, так скажем, если можно так выразиться, в предстоящем розыгрыше этого приза? Я тоже слышал, что сейчас по части резвости, по части секунд, по итогам резвых работ на Краснодарском опадроме Powerbest одна впереди на пол прямой. Таких секунд и близко никто не показывает. Поэтому, да, в прошлый раз Аркрист выглядел не очень убедительно, никак ногу поменять не могу. Но даже если предположить, что он сейчас будет в наилучшем порядке, Powerbest обыграть будет очень-очень непросто. Оба очень сильные, и в этом смысле это одно из главных противостояний всего митинга и всего сезона. Но по состоянию на сегодняшний день я ей отдаю фальму первенства и считаю ее галлоритом номер один. Особенно с учетом того, что дистанция 1000 метров. Она обладает высочайшей, лучшей, наверное, в стране и стартовой скоростью, и крейсерской скоростью. На 1000 метров по этой дорожке ее обыгрывать будет очень трудно. Первый бокс, не первый, в данном случае не столь важен. Но я считаю, да, ее обыграть будет очень непросто. Ну что же, действительно, мы еще раз подчеркиваем, что Powerbest и Arcrist такие явные фавориты в предстоящем событии. Ну и, как отметила Нина Анатольевна, могут подъехать кто угодно. И в частности Суворов, которого как раз в предыдущей скачке с участием этих лошадей был третьим. Ну и не снимаем со счетов и того же Урала, и Архангельска, ну и Дилингем. Ну не знаю, здесь просто вот россыпи очень интересных лошадей. Будем ожидать эту скачку. А далее у нас большой приз, уважаемые друзья. Самая немногочисленная скачка предстоящего митинга, но с очень плотным и сильным составом. Итак, давайте познакомимся с составом участников, которые разыграют полтора миллиона рублей. Скайбой, Хатэжукай, Хитманбарс, Теплидер и Перфиктбой. Ну что же, давайте начнем с победителя Сады Придония. Большой двухлетний приз Перфиктбой. Жеребец, который поставил там и рекорд на 1400 на Краснодарском подроме. И вообще зарекомендовал себя как суперрезвый конь. И действительно, вот, не знаю, там, во всяком случае, в двухлетнем возрасте он нам запомнился. И мы, конечно же, будем ожидать его участия уже в трехлетнем возрасте. Во что это все выльется? Вот просто, да, интересно. Лев Фиктбой – это просто сенсационная лошадь, прежде всего потому, что я не помню, чтобы такие результаты, такое преимущество не в начале сезона, а, ну, уже во второй половине, но в главных призах показывала двухлетняя лошадь таких габаритов. Он реально, ну, вот он гигант. Можно вот на финише скачки в Сады Придоне Большой приз, который мы видели, увидеть, насколько он крупнее, массивнее, мощнее того же Локи. Обычно лошади таких впечатляющих габаритов, ну, в двухлетнем возрасте не бывают способны настолько управляться с этой массой на таких движениях. А Перфиктбой способен. Что, да, что интересно, после предыдущей скачки в Сады Придоне Большой двухлетний приз, в общем, еще больше в рост пошел. И как раз это обстоятельство нам подтвердил и сам тренер. Давайте послушаем. Да, он поменялся, он начал расти, сейчас начал формироваться совсем. Другой конь начинает становиться, он чуть-чуть более повзрослел и в рост стал. Сейчас начинает расходиться сам вширь. Ну что же, вот и действительно под конец, опять же, этого сезона двухлетнего, опять вот в рост пошел сильный Перфиктбой. Давайте перейдем к еще одному очень интересному жеребцу, опять же, страноделения Казбека Хамизова – Скайбой. Беспроигрышный, выиграл приз летний, приз святых флора и лавра покровителей лошадей, приз законодательного собрания Краснодарского края. Ну тоже, вот, что не лошадь, если на деление, да, двухлетний, да вообще, если на деление Казбека Хамизова, то звезда. Ну и кто лучше Скайбой и Перфиктбой, вот интересный тоже, перед интересной дилеммой стоит тренер. Ну, согласись, что Скайбой тоже достаточно серьезная угроза. Да, великолепная лошадь абсолютно тоже. Если бы не было Перфиктбой, мы бы говорили бы в столь же превосходных тонах о Скайбое, да и сейчас тоже даем ему должное. Он в другом стиле, в другом типе, такой компактный, такая пуля, которая, видно, насколько вот в нем сжата вот эта вот энергия, которую он свободно пользуется на финишной прямой. Вот, когда он выбил призак собрания, да, компания была небольшая, но он на финишной прямой прибавил так, как будто бы сделал это просто по собственной инициативе. А, да, при том, что он еще задатки степы честной лошади продемонстрировал нам. Давайте послушаем Казбека Хамизова о текущем порядке Скайбоя, и потом, впоследствии, попробуем объединить этих двух великолепных жеребцов и, собственно, подвести итог. — Надеемся, что он чуть повзрослел. Не знаю, сейчас по работе нормально таких движений не делать, серьезно относится к работе. Надеемся, что тени не будет в этот день. — Да, тени не будет в этот день. — Да, он очень настильно перепрыгивал тени, надо сказать, практически не сбивший с хода. — И теперь мы вот плавно подходим к этой дилемме. Ехать друг против друга из одного тренаделения двум великолепным лошадям Перфикбою и Скайбою — это, в общем, сложный вопрос, хотя и приятный для тренера. И, разумеется, мы этот вопрос задали Казбеку Хамизову. Давайте еще раз послушаем тренера. — Они оба одинаковые, хорошие кони. Ну, посмотрим. Но я не хочу, чтобы они вместе в одной скачке скакали. Но так получается. Посмотрим. — Они обе на силу резвые кони. Так, по дистанции сами скачут. И посмотрим. Будем принимать решение уже после последних голубов. — Ну что же, да, вот Казбек Хамизов нам говорит, что будем принимать решение после последних голубов. А они, насколько я понимаю, были сегодня. Я так полагаю, что прямо в данную минуту это решение принимается. Но есть одно важное обстоятельство. Айдамир Шегушев выбрал Скайбоя. И я предлагаю выслушать мнение Айдамира Шегушева. Ну и с помощью наших экспертов мы уже подведем итог. — Скайбой более компактный, более крепкий, чем Перфект. Перфект, он после Калининского, он еще начал расти, еще крупнее стал. Он обираться начал более шире, больше, выше, не знаю. Он встал. Жалко его, все равно пускай растет. Оставили его. Нежели Скайбой. Он более такой крепышок, более сформированный, окрепший. Поэтому решили на нем ехать. — Ну вот, собственно, мы услышали мнение команды. Евгению Капушеву хотелось бы задать вопрос. Жень, ну действительно, два великолепных жеребца. Мы видим, что штатный Жакей выбирает Скайбоя. И, в общем, после последних голубых вообще будет приниматься решение. Не думаешь ли ты, что Перфект боя вообще могут снять? Вот из услышанного. — Ну ровно. Ровно так и думаю. Ровно так и думаю. И не думаю, что там Жакей что-то выбирал. Там, скорее всего, тренер принял решение. Поедем на это. — Я думаю, здесь та же самая ситуация, что и в прошлый раз в призе ЗАГС Собрания. Записали двоих, чтобы только скачка состоялась. Но, действительно, я об этом говорил. Да и все остальные тоже не слепые. Как прошел Перфект бой в призе, в большом двухлетнем призе 2 сентября, ну, такое ощущение, что просто с ним смысла ехать в одну скачку нет. Посмотрите, все ушли от него, и Локи ушел. Все, кто могли уклониться от этой встречи, все уклонились. Но на эту скачку записаны всего, по сути, 4 головы. Другие ехать не хотят. Оно и понятно. Перфект бой — это, конечно, что-то другое. В том смысле, что это лошадь из второй книги Киннона. Мы понимаем, вот вы теперь можете, уважаемые наши зрители и коллеги, убедиться, так сказать, на примере, что такое лошадь из второй книги Киннона. Другой вопрос, что он там был снят с того аукциона и был уже продан с Фейзик Типтона. Ну, вот такие лошади попадают на вторую книгу. То есть это такой настоящий, скороспелый, двухлетний американец. Мощный, резвый. Наверное, была какая-то проблемка, почему его сняли с аукциона Киннон, и на Фейзик Типт они продали намного дешевле. Но по факту, вот мы имеем возможность убедиться в том, что это такое. Какие лошади скачут на стейкс-рейс в Америке. Скайбой немножко другой. Эта лошадь больше на три года, но в этой компании, кто бы из них не поехал, он будет фаворитом хотя бы просто по совокупности достижений. Спасибо большое за эту информацию. Ну что же, действительно, ну все-таки компания, хоть и небольшая, но очень интересная. И каждый жеребец сам по себе уже история, я имею в виду, в контексте вот этого сезона. И давайте перейдем к Хитман Барсу. Коня, который себя проявил очень ярко в середине сезона, но впоследствии, как мы помним, да, немножко у него результаты упали. У Хитман Барса после его выступления, опять же, на Пятигорске, где он очень сильно компанию пресс-летней выиграл. Но зато мне показалось, что эхо этого приза сказалось на розыгрыше большого приза, где он венскому вальсу проиграл, а затем в большом двухлетнем призе, где он, как мы помним, да, уступил выше озвученному перфигу Барсу. Нина Анатольевна, что вы думаете по Хитману? Ну вот, ждете от него, в общем, борьбы по меньшей мере? Барса я жду в этой скачке борьбы. Так уж просто мальчиком для битья он не выступит. Он сейчас другой, не такой, какой был в середине сезона. Так что, я думаю, он включится и поборется. Ну вот, большой приз, как мы видим, да, там, это представительство эстокронного конозаводства Соединенных Штатов Америки. Мы один другого лучше. Да, 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 но мы продолжим, кстати, эту тему. Ну, давайте все-таки выслушаем мнение Жакея Руслана Кругвыхина, а затем обсудим мы и других лошадей. После крайней скачки никак не поменялся. Я думаю, больше поменялся после пятигорских скачек. Вот последние его две скачки, где он остался в платных местах. Как бы, вот они такие более чуть непонятные для меня. Сейчас на этот калининский посмотрим. Надеюсь, то, что я улучшу результат. Лошадь улучшит результат. В данный момент, мне кажется, что лошадь перестраивается, взрослеет. И ему уже нужна более длинная дистанция, потому что он стал более ровнее идти. Если раньше у него он более бросковой был, по прямой двигался, то сейчас он более ровный, на силу идет силовой. Ну что же, вот позитивные, так скажем, какие-то моменты озвучены были со стороны Жакея. Еще интересный один конь, опять же, представитель американского чистокровного конзоводства, то, что озвучила нам Нина Анатольевна, это Жукай, сын Вина Росса. Это первая ставка от победителей Бридерс Кап. И, как мне кажется, ставка, которая сыграла даже и за рубежом. Мы знаем, что, если я не ошибаюсь, три двухлетних жеребенка в США были в призах, в скачке. Да, победителей первой группы пока от него нет, но, во всяком случае, понятное дело, что победители Бридерс Кап Классик, плохих кобыл в первом плачном сезоне не дадут. Поэтому, естественно, что на доставке на хорошем маке... Но все равно три зашли в призыв, собственно, блэк-тайповые. И это очень... И если сейчас из непосредственно кубки конозаводчиков кто-то из его детей выстрелит в двухлетних главных скачках, тогда, конечно, можно считать, что на ближайшие несколько лет будущее Вино-Росса как производителя обеспечено. И очень здорово, конечно, что у нас есть жеребенок из этой его первой ставки. И не один, кстати, в нашей стране. Да. Но самое незаурядное, это, конечно, Хатажукай на настоящий момент. Ну что же, да, действительно, Хатажукай имеет сейчас страйк из трех побед Крядов. Предыдущий из них в большом призе, который стоялся в Нальчике. Все-таки давайте послушаем мнение Артура Пшизова о текущем порядке Хатажукай. Ну и затем уже подведем итог большому призу. Хатажукай – легкий в работе, он отдатливый, спокойный. Работу он хорошо несет. Все спокойно, адекватно, лошадно. Вообще, всю подготовку отлично прошел. Ходит в хорошие секунды, мне нравится. Честно, я даже не знаю, в этой компании очень хорошая, кого выкинуть. Все лошади хорошие, мало голов идет, но скачка такая плотная, хорошая. Я думаю, Skyboy основной. Хатажукай резвый, очень резвый. Я надеюсь, что пейс скачки бешеный будет. Я думаю, он сможет поддержать этот пейс. Ну что же, Skyboy, Perfectboy и Хатажукай вот так мы видим. Жень, что ты думаешь относительно тройки, тех, кто подойдут первым, вторым, третьим к финишному столбу? Ну, если предположить, что все эти лошади поскачут, хотя я в этом очень сильно сомневаюсь, то Perfectboy, Skyboy, Hitman Bars. Но я думаю, что будет так. Будут в реальности, Perfectboy, скорее всего, не поскачет. Skyboy и Hitman Bars будут оспаривать победу, Хатажукай тут же третьим. Хотя, что касается Хатажукая, мы видим, что пока на данный момент он по-настоящему сильных соперников на скаковой дорожке не встречал. Все свои скачки он выигрывал достаточно легко. Как он себя проявит в этой кампании, трудно прогнозировать. Чисто на бумаге, вот по состоянию на сегодняшний день, Skyboy, Hitman Bars, Хатажукай. Ну, в день скачек посмотрим, может скорректировать прогнозы. Спасибо. Остаемся на связи, Евгений. Ну, и давайте переходить к еще одному интересному призу для двухлетних лошадей. Это, разумеется, приз «Надежда России». Давайте ознакомимся с составом участников, который разыграет 1 миллион рублей на дистанцию 1600 метров. «Атацит», «Мистер Штормкэт», «Дарий Барс», «Ларун», «Смут», «Блэкбасс», «Локи», «Инструктор», «Апсныкарат», «Альбертини Барс», «Порфилий», «Экстракласс». В общем, вот у нас все 12 лошадей, которые мы озвучили в поле. Насколько я понимаю, в этой скачке у нас снятых нету. Ну, и, конечно же, одним из главных фаворитов, основных фаворитов, представящего розыгрыш «Надежда России» является «Локи». «Локи», рожденный в конном заводе «Донской», выступающий в цветах завода. Помним, что в Сады-Придоне большой двухлетний приз, он остался вторым за вышеозвученным «Перфект Боем». Ну, и мы вновь подключаем к нашему диалогу Любовь Гудкину. Люба, ну и расскажи нам, пожалуйста, как «Локи» готовится к предстоящей скачке. В общем, почему не записали, ну, очевидно, почему. Симон, но, тем не менее, твое мнение было бы интересно услышать в большой приз. Ну, словом, озвучи свои мысли. Что касается «Локи», да, не стали писать большой приз, потому что, ну, еще пока рановато. Пусть наберется и в трехлетнем возрасте встретимся. Решили дать более легкую, будем называть это более легкую скачку, да, с доворощенными лошадьми. И сейчас он уже, вот после этой скачки, после большого приза, работал все хорошо. Вот начали делать резвую работу, я заметила, он поменялся. Делаю ему голок, даже ход поменялся. Делаю ему голок, думаю, вот подонок, что ты еще делаешь, как будто не этот, ну, тихо как будто и делаешь. На секундомере в одну. А давай, говорю, кабулы ему подставим. Подставим ему на пару лошадь. Вот он с ней идет, борется, от нее отходит, расслабляется. Думаю, ага, вот он, брат, начал просыпаться, понятно. И вот сейчас он начал меняться и начал двигаться в том направлении, именно к взрослой лошади, которая понимает, что она делает. Вот сейчас мы двигаемся туда, куда надо. И пока, пока, вот нам этой скачки хватит. Не нужен нам большой приз пока. Ну что же, хорошо, спасибо за эту информацию. Останемся на связи. Ну и как раз мы видим концовку розыгрыша Сады Придони, большой всероссийский, Большой всероссийский, уже забежал вперед 2024 год. Сады Придони, большой приз. Ну и действительно, еще раз повторяем, перфект бой там был просто перфектом. То есть полная аналогия с его кличкой. Но, тем не менее, кто составит конкуренцию? Тацит и инструктор. Как вы считаете, Нина Анатольевна, эти жеребцы способны составить конкуренцию Локи? Вполне. Именно они, Альбертини Барс, вот они и составят. Но, оговорюсь сразу, не люблю, когда так говорят, но вот просто для меня это очевидно. Локи на голову выше всех. Просто на голову выше всех в этой скачке. И должен он был быть там, в большом кризе. Но, как говорится, решили поберечь вполне оправданно. Ну, жеребец шикарный. И я думаю, что вот стопроцентный. Для меня это стопроцентный фаворит этой скачки. А бороться с ним будут и Дарьи Барс, и инструкторы, и Альбертини Барс. Так что? Вот так. И с боксом на этот раз повезло. Как говорится, дважды снаряд в одну воронку не падает. Нельзя же Донскому полевые боксы тянуть. Ну, как сказал у нас Александр Михаленко, который тянул бочонки, он сказал, два раза не падает, три раза падает. Ну, вот так вот. Очень надеемся, желаем хорошего выступления всем участникам скачки. Ну, и Локи в том числе. Я думаю, нас порадуют все. Ну, что ж, давайте, друзья, посмотрим наших фаворитов на предстоящие события. И пока мы смотрим фаворитов, собственно, давайте и зададим вопрос Евгению Капушеву. Как он видит, в общем, первую тройку? Мы вот видим тацит инструктора и Локи. Ну, нет. Локи однозначно номер один. Я вижу состав этой скачки, по крайней мере, на бумаге. Локи и все остальные. Ну, да, да, нет. Мы Локи-то три звезды поставили. Я просто не в том порядке. Локи номер один. Да, я соглашусь. Локи номер один, тацит номер два, инструктор номер три. Ну, что же. Ну, хотя бы в этом мы сошлись. Ну, разумеется, скачки темы интересны, уважаемые друзья, что всегда нам преподносят очень интересные исходы и сюрпризы. Посмотрим, насколько наше предвкушение от этой скачки, аналитика, совпадет с реалиями. Ну, в любом случае, разумеется, Локи уже свой класс подтвердил. И вот, действительно, в этой скачке будет очень интересно на него посмотреть. Давайте к следующему призу перейдем. Не так много у нас времени остается до окончания нашей программы. Давайте еще обсудим кубок жокей-клуба. Скачка на 2.400. Первая группа полтора миллиона разыграет Dragon Kit, Honor Warrior, Атирф, Акцент, Great Lighting, Легард, Silk Story и Giant Rock. Ну, действительно, ну, что не кличка, то своего рода, да, легенда, если хотите так. Ну, во всяком случае, такой бэкграунд. Нина Анатольевна, по-моему, Акцент снят, да? Вы говорили, нет? Да. Акцент снялся. А, да, Акцент снялся. Тогда у нас, получается, 7 лошадей в поле сейчас. Ну, и давайте поговорим по фавориту, по Легарду, который, как мы помним, проиграл нос призе Фрагранта Кингбою, да? И, собственно, ждете ли вы успешного выступления жеребца? Легарда, да. Легарда, да. И бороться он будет с Great Lighting, опять это улыбка судьбы. Они стартуют рядом, и боксы у них рядом. Пятый и шестой Great Lighting и Легард. Ну, я бы не сбрасывала со счета Dragon Kid и Джайнтропа. Это тоже ребята такие, что... Ну, и Хонор Верио. Но Great Lighting, мы знаем, водит и водит резво. Легард сдаваться не будет, уступать не будет. То есть скачка будет действительно достойной первой группы. Люк, ну скажи, пожалуйста, в каком порядке сейчас подходит Легард к этой скачке? Ну и как ты ее видишь? Кого считаешь соперником Легарду? Легард подходит в хорошем порядке. Мы на пару тоже на резвую работу поставили ему лошадь, чтобы раздуть огонек. Но раздули пламя. Сейчас один из разведпризнаков его порядка, он становится противным. Сейчас он просто невыносим. Я сегодня попросила Андрея его отработать, потому что он меня уже вообще ни во что не ставит. Ну, вот просто невыносимый. Ну, это разведпризнак его порядка. И вот, наверное, мы в нем подраздули искринку эту. Зажгли в нем с лошадью на пару. С главными соперниками, конечно, считаю Great Lighting. Great Lighting, я думаю, поведет. Giant Rope, обязательно Giant Rope. Мне этот же ребенок очень нравится. И вот как-то ему немножечко всегда где-то как-то не везет. Что-то вот не везет. Но посмотрим. Вот считаю вот эти три головы. Люк, когда вы езжаете? Завтра. Ну, в пятницу. В пятницу утром. Люк, спасибо большое за то, что включилась в нашу программу. Хорошей дороги вам. Ну, и, разумеется, хороших скачек. Ну, что ж, друзья, давайте еще проговорим о нескольких лошадях. Вот Great Lighting. Несколько раз мы уже в контексте наших размышлений затрагивали этого жеребца, который приз Центуриона остался, как мы помним, вторым за принц Роузом. Ну, а в любом случае, вся его карьера показывает нам, что Great Lighting очень-очень классный. Он и классный, и стабильный. Это лошадь, у которой практически нет плохих стартов. Даже если он не выигрывает, он всегда борется за победу и, как правило, финиширует, если не первым, то вторым, третьим. Это действительно потрясающая лошадь. И наряду с Легардом один из двух очевидных фаворитов предстоящей скачки. Ну что ж, да, мы как раз смотрим окончание той скачки, о которой мы уже проговорили. И я вот сейчас хотел бы в заключение нашей программы задать вопрос Евгению Капушеву, адресовать его в Пятигорск. Женя, ну вот все-таки от сил к истории ты ждешь успешного выступления в этой скачке? Все-таки чемпион, все-таки великолепный сезон прошлый провел он. Пока что в этом сезоне мы тех результатов от него не видим. Есть ли у тебя... Да, да, да. Ну, Сергей, ну ты сам на свои вопросы ответил. Я, конечно, это всероссийский терминалист. Это лошадь, которая очень успешно и очень стабильно выступала в прошлом году. Но я уже говорил и повторю, в этом сезоне он не провел пока что ни одной скачки образца себя прошлогоднего. Может такое случиться в этот раз? Может, конечно. Если лошадь это когда-то показывала, значит, она может это повторить в любую секунду. Главный принцип гандикопирования, кстати. Но вероятность такая не выглядит очень большой. Потому что, ну, зацепиться не за что. Хотя мы знаем, что Шамиль Харков после 2 сентября этих лошадей оставил в Краснодаре. И они работаются там. Но я на сегодняшний день не имею оснований считать все кстори фаворитом. Я здесь в части прогноза не стал бы оригинальным. Грейт Лайтинг, Легард 50 на 50. Вот примерно как-то по 2 к 1, да? Грейт Лайтинг, Легард и Джайан Троп где-то 3 к 1. Ну что же, вынуждено согласиться с таким раскладом. Ну, как оно будет, разумеется, сами скачки покажут. Хотелось бы сказать всем спасибо, те, кто принимали участие, эксперты в нашей программе. Разумеется, мы вместе с вами, уважаемые друзья, все наши прикидки. Непосредственно, ну, собственно, посмотрим, как они сыграют непосредственно в самих скачках. И великолепная возможность для вас открывается в субботу и в воскресенье. Для тех, кто не сможет посетить Краснодарский ипподром, разумеется, включайте телевизор на телеканал «Конный мир». В 10.40, соответственно, в субботу, кубок Майлеров в контексте розыгрыша осеннего кубка конозаводчиков. И в это же время, ровно через сутки, в 10.40, уже в воскресенье, день будет называться закрытие сакового сезона. Так что, действительно, будем снимать сливки. Мы готовились целый сезон к этому событию. Ну, и, конечно же, будем получать просто нескончаемое удовольствие. И эстетику скачек сможем оценить, в том числе и благодаря нашим трансляциям. Так что, друзья, оставайтесь на нашем канале, потому что это интересно, полезно и познавательно. Еще спасибо Юрию Гудякову. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин